Сумел выйти из группы, из непростого положения турнирного выкрепления. Послушаем в начале гимн Лиги Чемпионов, а затем не без удара. В Барселоне. Виктор Вальдес, первый номер. Второй Даниэль Алвес. Третий Хэрод Пике. Пятый Карлес Пуёль, шестой Хэрод. Как говорить, Барселона на данный момент. Проходит через левый фланг. Падение. Вэб в отличной позиции. Он фиксирует нарушение против Емоленко. Зацепили ему ногу. Штрафной. Это опасно. Шевченко будет бить поворотом. Удар опасно. И гол! Гол уже на второй минуте. Андрей Шевченко этот гол забивает. Артем Милевский. Ну, честно говоря, не разглядел я, кто пробил. Но главное то, что вот такой вот быстрый гол. Жалкула. Помню вам все-таки вкратце, какой расклад в этой группе. Смотрит по сторонам. Барса традиционно использует. И несколько обескуражен. Вот идет. Тем не менее. С одной стороны, трудно представить, что... Ну, а мировая здесь, в Киеве, отлажена. Просто далеко выставив ногу, вынес мяч. Леонель мяч с осложнениями работает, но в решающий момент он исправит. Удачный ввод в игру. Удар поворотом. Шавковский исправляется. По-настоящему выручает свою команду. Тащит очень тяжелый мяч. Ну, буквально из ничего. Очень тяжело играть против каталонцев. Но как они... И тогда Барселона проиграла. Как у Барселоны его отобрать. Удар поворотом. Очень неприятный. Шавковский. Еще один полумомент уже. Шавковский спокойно отыгрывает мяч назад. Хаве подача. Шавковский. А играть будут по-прежнему очень жестко. Подача. Златан Ибрагимович. И сделал пас. Ибрагимович штрафную. Шавковский. Опережает. Опережает каталонца. Мяч забирает. И призывает своих партнеров побыстрее покидать штрафную. Матч уже пару раз свою команду. Затем еще более крупно проиграл на своем поле. Удар поворотом. Прямо в руки Шавковскому. Пробил с правой метров сица атака. Барселона. Идет вперед. Удар. Не пустили его по флангу. Несим к будущему победителю кубка UEFA. Хаве играл на мессе. Подключение Абидали. Опасный статус. Удар. Гоу. Как здорово сейчас все сделали каталонцы. Блестяще. Просто вот, ну, Барселона. Смотрите, насколько лучше Барселона. Мы видим, как Месси сыграл на Абидали. И Абидаль. Иди. За мяч цепляться. И надо периодически переходить по чужую половину поля. Там как-то закрепляться. Да, киевляне на контратаках свою игру строят. Это очевидно. В какой или иной мере нормально. Хотя одну атаку. За спину и она проходит. Фланговая атака. Опасно. На перерыв тоже, в общем-то, как мы уже отмечали, линию не выдержал. У судей не было никаких соперников. Который, думаю, во втором тайме будет. Он сыграл позиционно очень здорово. А вот был как раз матч. Когда уже нужно будет все расставлять по своим. Можно не попасть в лигу. Вот расстановка Динамо. И тем временем на расстановке Динамо. То бит по ногам. Веб-арбитр встречи показывает. Надо у киевлян пять. И отмечу, что по личным встречам Барселона и Интер имеют преимущество перед киевлянами. Дернули на левом фланге. Чуть-чуть подергали. Ходили киевляне на перерыв. В кадре промелькнул Газаев. И я отметил, что, безусловно, он сейчас проведет разбор полетов. Укажет на неточности, недочет. Виктор Вальдес. Ну, знаете. На дальнюю штангу летит мяч. Опасный момент. Удар. Нет, это не гол. Но это момент. Кто? Опять Артем Милевский бил. Он замыкал дальнюю штангу. Или подпустил. Справа чуть-чуть. Третий. Тогда они будут третьими. А Рубин, несмотря на то, что... Вот опасно. Был стандарт достаточно опасный. Ну, а тем временем Месси разбегается. И его дергают за майку. Характерный жест английского рефери. Поняется положение вне игры. Нет, похоже. Или все отладывается. И Златы на Ибрагимович. И от Ермоленко ему это удается. Здесь на страховке. Просто не подражаем. Битао. Два соотечественника смеснулись в борьбе за мяч. А вот Битао сейчас обращает. Вот этот результат. Иньеста. И Шавков. Ибрагимович скидка. Свисток звучит судьи. Этот гол не будет. Защитанный удар после свистка. И Юсуф обращается к арбитру. Дескать, надо наказать недисциплинированного игрока. Ну и найти верное решение. Подача. С нее он не стал. А навесил. Навесил опасный. Хороший передачок. Опасно. Месси. И в последний миг. Уже стелясь под катя. Блокировал удар Месси. В направлении дальнего угла. Альмейда. Да. И Ващук. Играют в других клубах. Каладзе. Пока нет заметок. Да. Сегодня 9 декабря. Заключитель. Илья Нанимкович. Рассвел в последнее время. Ну и во многом заслуга Юрия Павловича Семина. Еще один удар. Альвис бьет. Шавковский. Еще один навес. Альмейда. Ставит спину. Закрывает мяч корпусом. И знаете. Здесь в общем-то не по-спортивному себя ведет. Прикрался. Хави. На каталонскую команду. Иньесты. Между прочим. Сам заработал штрафной. И приговор привел в исполнение. Кстати. Месси у нас выходит так. Забивает свой уже шестой мяч. В последних восьми встречах развиваются события в Милане. Неплохо. Очень неплохо. А что дальше? Здесь нарушение правил штрафной. И это опасно. Холвард Уэб. Игру останавливает. И по делу. На своих стран. И разбираются до последнего. До последнего разбираются. Буквально мгновение групповой стадии. Барселона забивает. Очень красивый гол. Шавковский прыгнул. Мне показалось готов. Теперь главное для киевлян не пропустим. Как же сильна Барселова. Как она хороша. Еще один штрафной. Его опять зарабатывает Ленель Месси. Получил. Удар поворотом. Шавковский отбивает прямо перед собой. По-моему даже потерял мяч из виду. И затем пришли ему на выручки защиты. Месси идет на дубль. Опасно бьет. Шавковский выручает свою команду. Отбивает мяч ногой. Ермоленко. Девяностая мяч. Говорю о том. Приятно осознавать, что две команды от России будут принимать участие уже на следующей стадии в Еврокубках. ЦСКА в Лиге чемпионов плей-офф. Ну а Рубин в Лиге Европы. Александр Шавковский сегодня сделал практически все возможное. Все, что было в его силах. Но вот с ударом Месси не справился. И, наверное, себя за это корит. Хотя, возможно, самобичеванием и не стоит заниматься. Ну да ладно. Пожалуй, на этом все. Болельщики Барселоны ликуют. Расстроены. Да еще как поклонники киевского Динамо. Но это футбол. Это игра. Барселона великолепна. С вами был Владислав Батурин. В заключении благодарю коллег за работу. Вас, уважаемые зрители, за внимание. Все вам самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова